Проверят всех. В Вашингтоне нашли новый способ остановить ракетные испытания КНДР. Будут точечно бить санкциями по тем, кто хоть как-то сотрудничает с режимом КИМа. Причем добраться пообещали не только до стран, но и до отдельных граждан. Кого возьмут под колпак, узнаем от Дмитрия Анопченко. Вашингтон демонстрирует, готов к военному решению проблемы. Америка показательно перебрасывает в западную часть Тихого океана свои авианосцы. Седьмой флот США в этом районе уже три ударные группы насчитывает. Получив сейчас подкрепление авианосец Теодор Рузвельт, крейсер и три эсминца, оснащенные ракетами. Но параллельно, хоть и незаметно, действуют и финансисты. И этот удар может быть даже серьезнее, чем ракетный. Американское казначейство решило вычислять всех тех, кто сотрудничает с КНДР. Мол, если санкции против Пхеньяна недостаточно эффективны, что ж, значит пришло время персональных санкций. В Саудовской Аравии, где сейчас проходит форум по глобальным инвестициям, и собрались ведущие бизнесмены, министр финансов США Стивен Мнучин предупредил мир. Осторожнее, все на контроле. Месяц назад Дональд Трамп дал им право на жесткие меры в отношении тех, кто помогает КНДР. Теперь у нас есть возможность приостановить корреспондентские счета и заморозить активы любого иностранного финансового учреждения, которое заключает крупные сделки с Северной Кореей или как-то с этим связано. Сделать это будет несложно, учитывая, что вся финансовая система устроена так, что подавляющее большинство валютных сделок осуществляются как раз через курс счета в американских банках. Под контролем окажутся и граждане, которые ведут бизнес Северной Кореей или как-то связаны с фондами и компаниями, зарабатывающими деньги для Ким Чен Ына. В Вашингтоне намерены лишить северокорейского диктатора валютных заработков, которые он тратит на ракетные исследования, и готовы пополнить санкционные списки именами всех тех, кто, зарабатывая сам, позволяет и Северной Корее строить ракеты. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.